20-летний Даурен Кутайбергенов попал в 12-ю горбольницу перед самым Новым годом. Пациента привезла скорая. Молодой человек жаловался на боли в животе. Спустя 52 часа Даурен скончался на больничной койке. Первичный диагноз ему был поставлен. Острая спаечная кишечная непроходимость. Фактически, по результатам судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия, показало, что у него был фактически заворот подвздошной кишки с развитием кишечной непроходимости. Первыми тревогу забили родственники Даурена. Они написали заявление в полицию. Однако дело сдвинулось лишь после вмешательства прокуратуры. Как выяснили прокуроры, в этот день медперсонал больницы готовился отметить Новый год. А в это время на больничной койке у них умирал человек. Сейчас к уголовной ответственности привлечены два врача Центральной клинической больницы. Однако этот список может пополниться новыми именами. Смерти Ходобергенова виновен дежурный врач хирург хирургического отделения, который в следствии ненадлежащего отношения к служебным обязанностям не принял мер по правильной диагностике заболевания Ходобергенова и ненадлежащее наблюдение за больным. И отсутствовал на рабочем месте 14 до 18 часов 31 декабря. Похожая история произошла и с внуком Шадибека Атенова. 17-летний Алибек тоже умер в этой больнице. Аксакал считает, Алибека можно было бы спасти, если бы врачи не были такими равнодушными. В этой истории найти виновных удалось. Однако пока дело дошло до суда, у преступления уже истёк срок давности. Никто так и не понёс наказание. Согласно 114 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан истёк срок давности этого дела. Он составляет два года. Согласно статье 114 Уголовного кодекса РК за такие преступления виновные наказываются ограничением свободы сроком до двух лет. Как раз только времени понадобилось нашей судебной системе, чтобы дотянуть дело до того, чтобы за преступлением не последовало наказание. Айна Жакупова, Шинар Сагандыкова, телеканал Алматы.